Доброе утро, друзья! Как же здорово воскресным утром получать свежие, с пылу жару электронные письма с вашими музыкальными заявками. Это значит, наш музыкальный завтрак будет, как всегда, вкусным. В эфире «Утренняя почта» и я, ее ведущий, Николай Басков. В нашем календаре так много профессиональных праздников, что про некоторые я узнаю только из ваших писем. «Здравствуй, «Утренняя почта». Многие знают, что 1 июня – День защиты детей, но мало кому известно, что это еще и Международный день бега», сообщает Ольга Хавронская из Магнитогорска. «Мне, как бегунья с большим стажем, обидно, что люди забывают про мой профессиональный праздник. Может быть, подумаем вместе, на какой день лучше перенести День бега, чтобы люди, наконец, начали его отмечать по достоинству». Уважаемая Ольга, есть у меня один вариант – объявить днем бега воскресенье. Причем каждое, ведь именно воскресенье большинство из нас уверены, что с завтрашнего дня начнут делать зарядку и бегать. Правда, когда наступает понедельник, многие, как в песне Григория Лепса, поднимают руки и сдаются. Так вот, пусть они послушают эту песню, им станет стыдно, и тогда каждое воскресенье для всех станет не только днем «Утренней почты», но и днем бега. А вот и наш лидер – Григорий Лепс. 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 день после моего дня рождения. Ну, тут остается поверить Ирине на слово. Это значит, что вы его точно прочитаете и подберете для меня песню, которая мне подходит на 100%. Ирина, должен сказать, я осторожно отношусь к гаданиям и предсказаниям, но я прочел ваше письмо и сразу каким-то чудесным образом нашел подходящее для вас цифровое совпадение. Это дуэт, в котором имя певца состоит из четырех букв, а фамилия из пяти. А у певицы наоборот. Пять букв в имени и четыре в фамилии. Согласитесь, крайне любопытно. А вот и дуэт-загадка. Дима Би Лан Клава Кока. Давай с тобой мы отдохнем С тобой вдвоем, с тобой вдвоем Мы этот мир перевернем С тобой вдвоем, с тобой вдвоем Скажи, зачем нужны нам эти люди Мы никому об этом не расскажем Давай с тобой мы отдохнем С тобой вдвоем Держи, держи, руку мою держи Что хочешь, скажи, получишь Держи Держи, держи, руку мою держи Что хочешь, скажи, получишь Держи, 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 держи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Держи, держи, руку мою держи Что хочешь, скажи, получишь, держи Держи, держи, руку мою держи Что хочешь, скажи, получишь, держи Держи, держи, руку мою держи Держи, держи, скажи, получишь, держи Держи, держи, смелее, друзья! Держи, 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 держи! Балет о Египте. Когда-то этот спектакль ставили для меня в Большом театре в 2000 году. Боже мой, это изящная улыбка. А ведь это очень больно. Стоять на этих пуантиках и даже просто ту-ту-ту-ту-ту сделать. «Синяя птица». Новый сезон. Сегодня в 18.00 на канале «Россия». Счастье не мешает нос. Леонид, подарки привезли. Конечно. Спасибо. Вы, конечно, не подарки, но подарок нужен каждому. Подарков много не бывает. Всегда выгодные предложения на приветмир.ру. Вроде все с подарками. Еще не все. С Новым годом! Сергей Пенкин заинтригован. Где-то не могут люди. Всегда кто ищет с ним встречи. Всегда не могут люди. Ощущение абсолютной неизвестности. Дуэты. Грандиозный сезон. Премьера в пятницу в 21.30. В Пензе разыскивают попугая Жако. Вознаграждение 50 тысяч. Ничего себе. Ничего себе. Кеша, а ты бы смог найти пропавшего попугая? Смог бы. Смог бы. Может, слетаешь в Пензу? Может. Может. Это называется, ответил уклончиво. Запомни, на письма телезрителей надо всегда отвечать прямо. Итак, пишет нам Светлана Гаврикова. Кстати, тоже из Пензы. Привет, Коля и Кеша. Привет, привет. Я недавно купила себе попугая. Попугая? Попугая. Пенза прямо какая-то столица попугаев. Мой Рики очень умный, но почему-то никак не заговорит. Светлана, как я вам завидую. Мой болтает безумолку. А сейчас ничего не сказал. Он специально мне назло. 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 Вот видите. Может быть, вы, Николай, посоветуйте, как обучить попугая человеческому языку. Светлана, попробуйте обучать своего Рики по методу моего Кеша. Как-то раз он особенно заинтересовался выступлением Владимира Винокура. Слушал, слушал, а потом как заговорит, до сих пор остановить не могу. Винокур! Винокур! Спокойно, Кеша, я понял. Специально для попугая Рики, Светланы Гавриковой и всех телезрителей в нашей программе Владимир Винокур. Кого мы только не звали в нашу программу. Мы не звали Олега Газманова, мы не звали Стаса Михайлова. И даже вокальный инструментальный ансамбль «Самоцветы» мы не звали. Потому что о каком госте мы бы не мечтали, все равно придет он. Наш златоголосый жребий Николай Басков. Доброе утро, мои обожаемые телезрители. Не понимаю, зачем звать еще кого-то, если есть я. Вообще-то в своих письмах зрители прозрачно намекают, что хотят встретиться и с другими артистами. Да быть такого не может. Ну, загляни в наш почтовый ящик и сам в этом убедишься. Сейчас проверим. Пишет Екатерина Кошкина из Москвы. Здравствуйте, дорогой Николай. Я всегда рада видеть вас на телеэкране. Что я говорил? Все рады видеть меня. Не все, а конкретно Екатерина Кошкина. Читай дальше. Вы всегда так необычно выглядите, что даже если будете просто молчать, я ни за что не переключу канал. Что-то я не понял. Это комплимент? Да чего тут непонятного? Много болтаешь. Лучше посиди, помолчи. И об этом прошу не только я, а и все телезрители. Не все, а конкретно Екатерина Кошкина. Николай, пусть для меня прозвучит музыка, такая же прекрасная, как вы. Что ж, если я при этом должен молчать, придется мне достать из нашей колоды настоящего туза. Специально для вас, Екатерина, звучит музыка одного очень известного маэстро, а я умолкай. Надолго ли? Быть может, навсегда. Ну, пока поет Игорь Крутой. Позови, но ты молчал. Но реальность превзошла все ожидания. Совершенно какая-то магия невероятная. Дуэты. Грандиозный сезон. Премьера в пятницу в 21.30. Переделывайте, переписывайте. Настя, ты так говоришь, как будто мы в Новый год работать будем. Будем! Ты что делаешь? Песня хорошая. Дед? Не благодарите! Дима сумасшедший у меня с работы похитил! А я тебе говорил, что твой дед со странностями. Вы что, сговорились? Кажется, да. Или совпадение. Нет, мы как лучше хотели. Песня хорошая. Моя девочка. Будьте ближе с любимыми. Верьте в себя. Верьте в свой талант. Верьте в силу своих крыльев. Синяя птица. Новый сезон. Сегодня в 18.00. На канале Россия. В эпоху соцсетей люди стали меньше встречаться. И многие мечтают, чтобы вместо телефонных звонков чаще раздавались такие забытые звонки в дверь. Но есть и те, кто считает иначе. Нелли Сергеевна Владимирова из Санкт-Петербурга пишет. Дорогая утренняя почта. Я недавно вышла на пенсию. Думала, наконец-то спокойно отдохну. Но не тут-то было. Целый день мне звонят в дверь. То курьер ошибся с доставкой. То собирает деньги на новый домофон. То очередная соседка приходит за солью. Вот бы и дверной звонок, как телефон, можно было бы переключить в режим «не беспокоить». Пожалуйста, пусть для меня прозвучит приятная песня. Хоть ненадолго отвлекусь от этих бесконечных звонков в дверь. Спасибо вам. Уважаемая Нелли Сергеевна, от вашего имени обращаюсь ко всем ученым и изобретателям. Срочно нужно придумать дверной звонок с функцией авиарежим, чтобы человек мог хотя бы временно отключиться. А для вдохновения послушайте приятную песню, которая так и называется «Авиарежим». А вы, Нелли Сергеевна, отдыхайте. Отдыхайте. Избегая слов, ныряю в эту метель. В голову не придет украсить чью-то постель. Авиарежим. С ним так просто жить. Научусь тишину пускать по венам дня пламенный тому, кто не напитит меня. Авиарежим. С ним так просто жить. И эти танцы в точке удара Всего сто метров до клевого пара. И если плохо, то сразу гитара. И песни рвутся наружу, как пули. И меня поздно воспиталась мама. Я как и ты, бесконечно упряма. Поверь мне, все это по барабану. Ломать, сломали, да но не согнули. Все теперь и легко, включая сложные дни. Все реально в кайф, работа, дети, огни. Новых городов. Ливерпуль, Ростов. Быть героем сетей, да это просто болезнь. За урядных людей останься тем, кто ты есть. То, что в них нашел, Сделал фотошоп. И эти танцы в точке удара Всего сто метров до клевого пара. И если плохо, то сразу гитара. И песни рвутся наружу, как пули. И меня поздно воспиталась мама. Я как и ты, бесконечно упряма. Поверь мне, все это по барабану. Ломать, сломали, да но не согнули. И эти танцы в точке удара Всего сто метров до клевого пара. И если плохо, то сразу гитара. И песни рвутся наружу, как пули. И меня поздно воспиталась мама. Я как и ты, бесконечно упряма. Поверь мне, все это по барабану. Ломать, сломали, да но не согнули. Друзья, многие из нас по праздникам отправляют друг другу стихотворные поздравления. Для меня встреча с вами всегда праздник. Но, что особенно приятно, и для вас тоже. Вот что сочинил по этому поводу Марат Белозеров из Читы. Я поздравляю тех из вас, чьи письма прочитали, порадовали в этот час все песни, что звучали. А я очень рад, что Марату все понравилось. С вами был, есть и будет главный исполнитель музыкальных желаний Николай Басков. Обязательно пишите, у меня будет что почитать, а у вас что послушать. Люблю вас. Правду самую горькую Все равно не таи скажи А любовь, пусть недолгая Лучше красивой жить Ты скажи, я понять хочу Слов обмана и верных слов Друг от друга не отвечу Как в туман берегов Я лист плывущий по реке Прочит тебя Прочит тебя Несет теченье Но на последнем узелке Нас держит Нас держит нить И в том спасение Я лист плывущий по реке Я лист плывущий по реке Прочит тебя Прочит тебя Несет теченье Я лист плывущий по реке Я лист плывущий по реке Прочит тебя Прочит тебя Несет теченье Но на последнем узелке Нас держит Нас держит нить И в том спасение